Приветствую вас и советовать мне бы вам ничего не хотелось, потому что советы психологи не дают. Порекомендовать вам что-то помочь увидеть ситуацию с другой стороны более полно, да, это можно. А вот советы все-таки давать не стоит, это запрещено профессиональной этикой. Значит, что мне хочется вам сказать? Давайте мы для начала скажем так, значит, что у вас отношения с мужем достаточно долгое время, с вашим уже бывшим мужем, отношения довольно долгое время были плохими. То есть он был только мужем у вас по бумажке. Он вам изменял, вы боялись уйти. В этом году ситуация прояснилась, вы развелись наконец, молодец, вы молодцем держались, многие так и продолжают бояться развода, боятся изменить свою жизнь. Далее вы пишете по-преднему в тяжелом положении. Что есть в тяжелом положении, вы не раскрываете, а жаль, потому что это очень важный момент. Ведь дело в том же, что по книжке вы можете думать только лишь как об источнике, о средствах удовлетворения ваших потребностей, ваших желаний, которые у вас есть на данный момент. Правда, суд по всему, от мужа вы еще до конца не отошли, отношения с мужем вы еще не завершили. Вы уже хотите вернуться, уже хотите и хотели бы как-то сблизиться с этим парнем, который может быть к вам, относится к их совершенно искренне, а может быть и нет. И на самом-то деле не важно, как он относится к вам, важно, как вы относитесь к себе и к нему. Для того, чтобы начинать новые отношения, нужно завершить старые. И если вы еще не могли, если вы еще не можете даже завершить свои отношения с бывшим мужем, это нужно сделать. Если у вас есть какие-то обиды, какие-то мысли, какие-то переживания по поводу брака и так далее, если он может быть чувствуете себя униженный, чувствуете себя там брошенный и так далее, то понятно, что самое главное, что это его проблема, проблема вашего мужа, что он вам не отменял, что он вас не оценил, что он не понял, какая рядом с ним женщина, и он вас потерял. Придет время, он будет локти кусать, переживать об этом, о том, что вы ушли, но уже будет поздно. И это не важная проблема в том, что произошло в этот год. Важная проблема, пожалуй, в том, что вы боялись уйти. Вот это вот не очень понятно. Почему и чего боялись? Вы ли зависимы, получается, расположение у вас тяжелого? В чем это зависимы? Не будете ли вы зависимы от вот этого парнишки, о котором вы пишете, так же, как от мужа? Чтобы вам не обижать все, как вы говорите, нужно стать другой, вам другой нужно стать вообще по отношению к мужчинам. Может быть, менее зависимы, более уверены в себе, более четко понимающие свои интересы, не позволяющие как-то себя отталкивать, усимлять и так далее. Если вы будете именно такой, то вряд ли вам с чем-то грабит этот парнишка, даже если он настроен к вам не искренне. Понимаете? Чтобы не обжечься, нужно понять, в чем вы были неправы в отношениях с мужем. В чем у вас теперь тяжелое положение. Значит, ну, мужчинам, которым пару лет назад у вас было что-то, вам написал. Полное возможно, что он написал вам, потому что вы у него тоже не идете из головы. Может быть, просто решил воспользоваться. Кто знает. Но так или иначе, ответить ему нужно. Пообщаться, посмотреть его настроение по отношению к вам. Как он вас воспринимает. Например, если он сразу будет предлагать встречу, намекать на секс или что-то еще, понятно, ничего серьезного здесь нет, вам это не подходит. Хотя, опять-таки, обжиму не подходит. Но проведете его время с мужчиной, ни к чему не обязывающим. Почувствуйте себя женщиной, почувствуйте себя желанной, привлекательной, интересной. Быстрее забудется муж, быстрее поджертвуйте вкус жизни. Вы, быстрее сможете жить дальше, с парничкой или без, неважно. Решать здесь вам. Дальше. Вы почему-то считаете чушью все, что вы думаете о парничке. Вот она прям два раза подсказывает. Я считаю это чушь, я считаю это чушь. А почему, собственно говоря, чушь? Почему вы не доверяете своим желаниям, своим мыслям, своим переживаниям? Почему вы ставите их под сомнение? Не это ли является основной причиной, по которой вы сомневались уходить от своего бывшего мужа раньше, когда еще столько начались проблемы? Не поэтому ли вы боялись от него уходить, потому что вы не доверяли себе? Понимаете, у недоверия к своим эмоциям и своим переживаниям есть причина. Это причина, неуверенность в себе. И вот именно с ней вам нужно разбираться, почему вы не уверены, в чем вы не уверены. И как сделать так, чтобы были уверены. А если есть какие-то самые стороны у вас, которые нельзя изменить, насыкнули на принятие. И все. И проблем не будет, когда у вас, по крайней мере, они постепенно будут уходить. Далее вы пишите такую вещь, на мой взгляд, не очень понятную. Поймите, пишите вы, что меня этот вопрос мучает не первый год. Не могу забыть и отпустить. Думаю, этот вариант лучше. А вариант лучший из спортивных? Да, вы так думаете, может быть, потому что он вам помог в тяжелую минуту. И у вас сложился идеализированный образ. Но это такой же человек, как и ваш муж. То есть в плане того, что это такой же мужчина и такой же человек. У него есть свои недостатки, у него есть свои слабости, у него есть свои какие-то сомнения, страхи и так далее. Есть вопрос, что вы готовы ли вы это принять. Вообще-то говоря, принять человека другим можно лишь тогда, когда себя понимаешь таким, какой ты есть. А вот у меня есть некоторые сомнения по поводу того, что себя он как раз-таки такой, какая вы есть, не принимает. И если это так, то именно сперва принять себя, сперва любить себя, сперва стать независимым, уверенным в себе. И уже потом, вот будучи такой, общаться с другими мужчинами. В том числе есть парничка. Чтобы не вышло так, что он стал для вас средством, и от этого средства вы бы стали зависимым. Если вы станете от этого средства зависимым, то вот, по сути, вам еще один обжог, тот самый, которого вы боитесь и боитесь. И его, естественно, нужно избежать. Совершать эти ошибки, конечно же, не стоит. Вот, я думаю, так можно ответить вам на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, набрать в сайте в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.